Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас на урок русского языка. Приготовьте ручку, тетрадь, а также учебник русский язык и литература, 6 класс, авторов Горленко и Сузанская. Тема нашего урока – правописание имен прилагательных с суффиксами «СК» и «К». Итак, на этом уроке мы узнаем способ образования качественных прилагательных при помощи «К» и относительных прилагательных при помощи суффикса «СК». Научимся различать на письме суффиксы «К» и «СК». Итак, прочитаем словосочетание. Низкий потолок, скользкий лед, дерзкий поступок, матросский танец, французский язык, пассажирский поезд. В какой колонке приведены словосочетания, в составе которых есть качественные прилагательные, а в какой – относительные. Почему вот так решили? Итак, в первой колонке представлены качественные прилагательные. Они могут сочетаться с наречием «очень», имеют краткую форму, образуют степени сравнения, к ним можно подобрать антонимы, а во второй – относительные прилагательные. Всех этих признаков у них нет, они обозначают постоянный признак через отношение к другому предмету. Произведем словообразовательный разбор одного прилагательного из каждой колонки. Итак, первое слово дерзкий – корень дерз, суффикс к, окончание и. Французский – корень француз, суффикс ск, окончание и. В первом случае словообразовательная морфема – суффикс к, во втором случае – ск. Итак, чтобы не ошибиться в написании прилагательных с суффиксом к и суффиксом ск, следует помнить, что прилагательные с суффиксом к имеют краткую форму, а у прилагательных с суффиксом «ска» она отсутствует. Низкий – низок, вязкий – вязок, но гигантский – институтский. Суффикс «ка» встречается также в некоторых прилагательных, у которых нет краткой формы. Они образованы от имен существительных с основан на «ц», «к» и «ч». Например, немец – немецкий, ткач – ткацкий, казак – казацкий. Далее. У прилагательных, образованных от существительных после «н» и «р» перед суффиксом «ска» мягкий знак не пишется, а после «л» пишется. Например, «богатыр» – богатырский, «конь» – конский, «село» – сельский. В прилагательных, образованных от названий месяцев на «ни» и «ри» мягкий знак сохраняется. Например, «декабрь» – декабрьский, «июнь» – июньский, но исключение составляет слово «январский». Давайте потренируемся. Выполним упражнение 207 на странице 112 нашего учебника. Запишите в один столбик имена прилагательные, которые имеют краткую форму. Образуйте ее. А в другой прилагательные, от которых краткая форма не образуется. Обозначьте суффиксы прилагательных. Итак, мягкий, господский, резкий, клейкий, заводской, соседский, узкий, легкий, мерзкий, сладкий, вязкий, кишиневский, лауреатский, японский, скользкий, персидский, городской и низкий. Проверим, что у нас получилось. Итак, прилагательные, которые имеют краткую форму. Мягкий, мягок, резкий, резок, клейкий, клеек, узкий, узок, легкий, легок, мерзкий, мерзок, сладкий, сладок, вязкий, вязок, скользкий, скользок, низкий, низок. И прилагательные, от которых краткая форма не образуется. Господский, заводской, соседский, кишиневский, лауреатский, японский, персидский, городской. Запомним. Слова узбекский, такджикский, иракский, нью-йоркский. Выполним упражнение 208 на странице 112. Образуйте от данных имен существительных прилагательное при помощи суффикса К или СК. Обозначьте суффиксальную морфему. Подберите к прилагательным подходящее по смыслу существительное. Запишите словосочетание. Француз, молодец, ткач, бедняк, казак, киргиз, узбек, даджик, богатырь, зверь, октябрь, январь, родитель, немец, черкес, рыбак, чех, горняк, индус, матрос, комендант, Одесса, Кавказ, Казань, Урал, Рига, Петербург, Вологдом. Проверим. Французский багет. Поселок, индусский храм, матросский ремень, комендантский час, Одесский вокзал, Кавказский танец, Казанский житель, Уральский центр, Рижский аэропорт, Петербургский климат, Вологский фестиваль. Далее. Поиграем. В каком слове перед суффиксом пропущен мягкий знак? Знахарские приемы, егерский костюм, ноябрьский дождь, рязанские просторы. Правильный вариант, конечно же, ноябрьский дождь. Далее. В каком слове пропущена буква С? Университетский корпус, моряцкие обычаи, институтский проспект, гигантская ель. Верный вариант – моряцкие обычаи. Выполним с вами упражнение номер 209 на странице 112. Спешите, ставьте пропущенные буквы, объясните правописание, обозначьте суффиксы имен прилагательных. Итак. Проверим. Продолжение следует. Продолжение следует. Спешите, объясните употребление строчной или прописной буквы. Пушкинские места, пушкинский язык, пушкинская премия, замечательная гогольская проза, гогольская сатира, гогольские чтения, тургеневские романы, тургеневский стиль, иваново детство, машина счастья, ахиллесовы пята. И выполним также задание. Составьте с первыми тремя словосочетаниями предложения. Укажите среди привезенных сочетаний слов фразеологизм. Употребите этот фразеологизм, ахиллесовы пята в предложении, определите его синтаксическую роль. Итак, проверяем. Тургеневский стиль, пишем со строчной буквы, образовано от собственного имени существительного. Иваново детство, пишем с прописной буквы, это имея прилагательное, в этом случае обозначает индивидуальную принадлежность. Оно образовано от собственного имени при помощи суффикса ов. И машина счастья пишем с прописной буквы, так как прилагательно обозначает индивидуальная принадлежность, образованная от собственного имени при помощи суффикса "-ин". Ахиллесова пята пишем со срочной буквы, это прадиологизм. Составим предложение. В пятом классе ребята с классным руководителем посетили пушкинские места в Молдове. Как же интересно изучать пушкинский язык, он богат, красив, величествен. За достижения в области литературы выдается пушкинская премия. Рубрика интересно знать. Что означает прадиологизм Ахиллесова пята? Каково его происхождение? Легенды рассказывают, что мать Ахилла, Хетиды, желая сделать сына неуязвимым, окунула мальчика в воду священной реки Стикс. Но окуная, держала его за пятку, пяту. И пятка оказалась незащищенной. В одном из сражений Парис противник Ахилла пустил стрелу в пятку Ахилла и убил его. Всякое слабое и уязвимое место человека называют Ахиллесовой пятой. Например, наверное, у каждого человека есть своя Ахиллесова пята. Предложение фразеологин будет являться одним членом предложений и в данном случае подлежащим. Выполним упражнение 212 на странице 113. Спешите, ставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. В феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Мерно лились сочные, веские слова. В наружности он был богатырской, высокий и стройный с румяными щеками. Строился у входа матросский батальон. Богучарова лежала в некрасивой плоской местности. У крыльца комендантского дома казак держал под усы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Из тьмы сонных улиц доносилась тягучая мелодия узбекской песни. Проверим, что у нас получилось. Итак, в феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Мерно лились сочные, веские слова. В наружности он был богатырской, высокий и стройный, с румяными щеками. Строился у входа матросский батальон. Богучарова лежала в некрасивой плоской местности. У крыльца комендантского дома казак держал под усы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Из тьмы сонных улиц доносилась тягучая мелодия узбекской песни. Итак, сегодня вы поработали очень хорошо. Вы большие молодцы. Встретимся с вами на следующих уроках русского языка и литературы. Редактор субтитров А.Семкин